плюс каждый из этих сортов не меньше 6 градусов я выпущу как неудачный обзор и прям как мы соберем без монтажа тысячу просмотров обязательно люди любят дураков и пьяных вот люди любят смотреть на пьяных диодов тут прям все произошло идеально мне очень обидно то что мы взяли довольно таки хорошие сорта их не обозрили всем привет это гоша гриб с проект первая варка пиво арни бербер в предыдущем обзоре ссылку на которую вы можете увидеть вот здесь саша пробовал дюпель трипель и квадрюпель а мне достался трипель от пивоварни до маля чтобы ты не очень расстраивался да чтоб не очень расстраивался может подумать не расстроился потому что я пробовал все четыре вот они кстати осталось еще с прошлой неделе с прошлого понедельника когда вы посмотрели предыдущие видео они лежали заберите без палю что мы делаем но я вырежу потом я я смонтирую все как боженька будет что пьешь трипель 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 рассказываю а богбер у нас где я просто запомнил что он стоит где он же не стоит пить а вон стоит у тебя в ногах а кто его будет пить ты кстати сядь немножко туда а богбер все я просто запомнил что богбер а айсбок айсбок это козел еда это просто ты Avanti трипель от компании Демолен Да, я запомнил Мы пробуем триплет Пивоварни Демолен Очень красивая пробочка На которой изображена мельница А этикетка такая же, как у Стамбиры Да нет Можно? Я сказал, что мне можно говорить А этикетка такая, как у Сальденца Если хочешь говорить, говори правильнее Я говорю, меня сейчас волнуют Немолчащие дети, меня волнует разговаривающий Гоша с Сашей Да, еще раз Очень красивая пробочка в виде мельницы А этикетка такая же, как у Сальденца Да, ну практически Не заморачивайся, ребята, видимо Не будем долго говорить Я знаю, что Бог Это козел Ладно, так, проехали Надо присоединяться же Не-не-не, подожди И пробуем, да? Угу Не привык я пить в одиночестве Я думаю, что хорошо, если бы здесь сейчас появился Саша Жалко, что он находится сейчас дома Саша А давайте позовем все вместе дружно Сашу Как снегурочка Оп И вот появился Саша Спасибо вам, друзья, что помогли мне Не хочешь хлебнуть трипель? Нет, не хочу Ну что ж А, что я буду пить Я буду пить немецкий айсбок А я знаю, что бок по-немецки козел Абсолютно верно Такая вот штука Как бы ты эту штуку назвал? Ну как бы я ее назвал? Саша, второе Вот такой вот айсбок Вот такой вот трипель Гоша трипель, Саша Избок Не, уже хорошо звучит Сосиски Все Сосиски Ну что скажете, коллега? Запах фруктовый Насколько я помню Из предыдущего твоего обзора Если это не дюпель, а трипель у нас Он светлым должен быть Абсолютно верно Предыдущий я пробовал Он был похож на шампанское чем-то Попробуем? Давай Запах фруктовый у него Фрукты На предыдущий тоже был фруктовый Приятный, свежий Такой фруктовый запах Не очень сладкое Но Нет, оно сладкое Не сладкое Такое, как предыдущее Приятное пиво Я тебе могу прям Не жалею, что дать Да, я попробую потом Да Что я могу о нем сказать? Хороший пиво Наверное, типичный Трипель Потому что Который мы пробовали Ну да Но газация у него послабее Кстати говоря Оно пьется Гораздо легче Оно такое Не колет язык Как предыдущий Трипель Зря я на ссылку Вообще на предыдущий Даю Потому что Далеко все Газация у этого Напитка очень слабая Потому что Нет ощущения Вот этого Карбонизации И жжения на языке За счет этого Оно пьется Довольно-таки легко Но при этом Нет вот этого Пивного ощущения Даже вот Если посмотреть На бокал О, кстати говоря Хорошо Нет, нет, нет Я вдруг вам хотел сказать Хорошо, что я посмотрел На бокал Посмотри какая взвесь Интересная Белок и дрожжи Белок и дрожжи Ну а белок все-таки Больше степени При том, что даже половина бутылки Не вылет еще в бокал То есть Ну почему стоит Так в объеме Знаешь, мне это напоминает Вообще Ну как Часть помол Как будто Попавшую в пиво Ну, может быть Ну, а я в свою очередь Буду пить айсбок Если кто не пил Советую ознакомиться Пиво интересное Максимальное Немецкое пиво То, что Люди называют Балтикой 9 То, что люди называют Охота крепкая Многие думают Что такое пиво Такие сорта Были сделаны Специально для России Нет, на самом деле Во всех странах Практически во всех странах Делаются такие сорта Максимально алкогольные Может быть У них Не тот посыл Нежели в нашей стране Но в любом случае Явление Не только Какова крепость этого напитка Крепость этого напитка Сейчас посмотрим Крепость этого напитка 12 градусов Серьезно И Балтика И Охота Отдыхают Ну, то есть Тут Крепость Отдыхают В почти полтора раз Да И это крепость Такого Русского Имперского Стаута Причем Достаточно Неплохого То есть Не случайно Сваренного Серьезное пиво Но самое интересное Что достигается Вот эта градусность Совершенно другим способом Абсолютно Потому что Плотность у него 25 с половиной А мы Как пивовары Знаем Насколько трудно Получить Такую начальную плотность То есть Это нужно Достаточно Большое количество Солода Меньшее количество Воды Сахара Чуть больше Нужно Грамотно Сделать Состав Именно Солода Чтобы такой Красивый цвет Получился Да Сильные Алкогольные Но они Перемежаются С копченными Можно Согласен Но При этом Знаешь что Черносливом Пахнет Очень Ну Да Это Достаточно Интересное Пиво И Именно Вмораживанием Именно Суслом На разных Стадиях Получается Такой Вот Крепкий Напиток Попробуем Что Давайте Как будто Пьешь Чернослив Согласен Да С тем Что Чернослив Я вам Налью Попробуйте Во-первых Для пива Все-таки Очень Сильный Алкогольный Профиль И Во вкус Он чувствуется То есть Вы пьете Это горячо Для пива Это необычно Давно ли мы на вы Вот Ну Как я и сказал Пахнет Черносливом И Кстати Нет Ты долил Почему-то Ну пена Наверное Мешает Вот сейчас Меньше Пахнет До этого Запах Почувствовал А что Про это Каша Фруктовая Мне кажется Такие Цветочный Очень вкусный Цветочный Запах Ну Поскольку Мы пьем Немецкое Пиво Они здесь Неделю Лежат Саш Я не буду Саш Саш Умелось На чем Мне русский Принес Не знаю Мне тоже Мы пьем Немецкое Бельгийское И всякое Другое Пиво И заедаем Русскими Сосисками Папа Может Ну Ты что Наскажи Не знаю Очень вкусно Я понимаю Что Ты от меня ждешь Экспертные Оценки Но Ну И много Такого Пива Не выпьешь Не выпьешь Вообще Не выпьешь Точно Достаточно 12 градусов Начальная Плотность 25,5 На вечер Бутылочку Я понимаю Что у нас Сейчас обзор Такой Фристайл Мы там Что-то Пробуем Что-то Рассказываем Объективно Выбирая Между Этими Двумя Сортами Абсолютно Разные Ты бы За что Проголосовал Я бы взял Айсбок А я бы взял Вот этот Поэтому Пейте ваш Айсбок А я буду Пить Что я пью? Трипleh Я ем Сосиски Все Вкусно? Ммм Мечтал Сосиски С тостами И Сайсбок Попить Оп Значит как мы я не столько столько дегустации в один день . перебор а нам еще 3 4 мы собьемся к хренам собачьим хренам друзья не очень понимаю что у нас с этим видео выйдет мы взяли вкусного пива но что-то толкового сказания можно видимо не можем потому что очень вкусно очень вкусно пиво на ночь реально стоит своих дел достаточно большой для чего мы все это затеяли для того чтобы поставить мы попили всякого российского пива полтора года назад его было много она была достаточно качество такого вы знаете какого качества и мы хотим чтобы наш проект был небольшим кирпичиком стену того экзистенционального я тебя не перерываю что ты совсем закопал значит существования того чтобы в нашей стране вот такого пива было больше вкусного интересного да нет мы изначально да и хотели пусть даже не от нас нет кого мы не за какие мы никакие не революционеры как выяснилось потому что мы скорее за эволюцию чем за революцию и мы хотим просто чтобы люди попробовали люди попробовали что-то более интересное чем нежели клинская да потому что я реально практически плачу каждый раз когда в глобусе люди катят тележки набитые полторашками при том что в том же глобусе можно найти довольно таки интересное пиво не пожалеть потратить чуть-чуть просто это реально немного больше взять взять я сейчас опять ставку включу свое вот это возьмите того же шмеля возьмите того же шмеля да неплохой пиво пиво на самом деле очень хорошее для массового рынка тем более плюс последние варки я вообще не буду это добавлять потому что ну потом нарежем сосиски поедим пока но вообще сигара не хватает и так не сигара собой да 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 и чё собрал да не вопрос я готов вообще к любому варианту там зря я это сказал да кальян сигаре да и пробовать мы здесь будем пробуйте экспериментируйте в общем видео не про то какие два вот эти напитки клевые а мы призываем вас пить неинтересное нестандартное пиво не то которую можно найти в ближайшем супер гипермаркете попробуйте уделить этому чуть больше внимания чуть больше времени поиску более интересного пива и я думаю она вас не разочарует у тебя был какой-то план на обзор этого пива потому что я подозреваю мы ничего не снимем нет я думаю хороший 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 такой бухой обзор сосиски хоряб растели прям ништяк да удалить хорошая скрипки вообще сосиски вообще ништяк все крафтовая на одной кухне все пиво крафтовые сосиски сегодня поймите нас правильно мы уже снимаем двенадцатый обзор к ряду и прятки прятки устали ну да как бы устали плюс каждый из этих сортов не меньше 6 градусов я выпущу как неудачный обзор и прям как мы соберем на без монтажа тысячу просмотров обязательно люди смотри люди люди любят дураков и пьяных вот люди любят смотреть на пьяных диодов тут правда все про сошлось идеально не очень обидно то что мы взяли довольно таки хорошие сорта сорта и их не обозрили почему обозрили да было то что мы что-то по делу сказали в 10 назад все в общем про трипели саша все сказал предыдущем обзоре про айс бок он а я еще раз хочу заметить что я знаю что бок козел а айс это мороженый мороженый козел и кстати слово мороженый нас отсылает к следующему нашему видео которое вы увидите на канале первая варка а это были саша генри и гоша гриппс проект первая варка пивар мбр брю вступайте в нашу группу вконтакте ставьте лайки подписывайтесь на наш канал в ютуб пейте вкусные в меру фейсбук инстаграм да ребят мы просто потому что уже вкусно в меру уже не очень получается всем пока был вообще ты оставил запись все было отлично по моему уже перебор как у я думаю что это вообще бибельский ролик можно вырезать я думаю что я думаю что сейчас самое я думаю что сейчас самое я думаю что сейчас самое бля я погибаю ребят из кварта бир который в упер записали потому что после вот такого количества алкоголя просто невозможно что-то записать